МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А мне хотелось бы спросить, поскольку в основном все специалисты Центра дополнительного образования базируются на базе цементника нашего, сколько же лет этому зданию? Давайте вместе, Ирина, сосчитаем. Это здание было введено в эксплуатацию в ноябре 1952 года. Вот почти зданию столько же лет, как и в системе дополнительного образования, но немножко меньше. То есть оно уже историческое, уникальное? Уникальное, историческое, сталинский ампир, замечательная архитектура, и наш дворец, наша крепость. А насколько он крепок сегодня? Он крепок. У нас действительно есть все обследования с актами технического заключения. Если здание отремонтировать правильным и надлежащим образом, то оно еще по всем показателям, оно еще может простоять еще как минимум 100 лет. Что сегодня вы можете предложить школьникам? Со скольки лет можно к вам приходить? И что самого интересного сегодня у вас есть? Мы, вот Ирина, год назад встречались с вами, да? Мы говорили о том, что у нас на базе Центра дополнительного образования планируется создаваться муниципальный ресурсный центр по развитию одаренных детей. Это вот так, МРЦ сокращенно. В этом году мы, мы в 17-м году уже начали постепенно эту работу. И вот с января-февраля мы уже, ну даже и в том году, мы приступили, ну к таким более уже активным действиям. Во-первых, деятельность нашего муниципального ресурсного центра, она у нас строится именно на сетевом взаимодействии со всеми общеобразовательными учреждениями нашего города. И, если честно сказать, и за пределами города Искитима. И нам важно, что это сетевое взаимодействие замыкается не только на учреждениях образования. Нам идет навстречу и поддерживает нас непосредственно управление образованием города. Нас поддерживает администрация, например, управление экономического развития. Я объясню, почему это важно. Именно в рамках деятельности вот муниципального ресурсного центра. Мы планируем наладить взаимодействие с технопарком, не только детским, но и взрослым технопарком. Мы планируем не только выезды на экскурсии, а именно на проведение мастер-классов, на такие вот встречи с погружением. И чтобы у детей возникало какое-то понимание перспективы того, если они будут заниматься, начинать у нас, как это поможет им в будущем где-то получать профессию, выбрать профессию и так дальше. И здесь, в муниципальном ресурсном центре у нас два таких, ну даже три, наверное, направления. Это, конечно же, как таковое обучение, да, образовательный процесс. Здесь техническое творчество. Мы, наконец-то, приобрели, ура, всю необходимую, ну не всю, конечно же, мне кажется, слово «всю» технику приобрести, мне кажется, это невозможно. Мы приобрели необходимую для стартовых занятий технику. Это станки по технологии для ребятишек. А что это за станки? Они какие-то, как раньше в школах стояли там? Только раньше в школах стояли такие большие, монументальные, сейчас это маленькие станки. Ну, вот здесь тоже, Ирина, понимаете, если я не скажу об этом, я, наверное, слукавлю. С одной стороны, сейчас станки такие компактные, чистенькие, они с числовым программным обеспечением. Но, тем не менее, где-то не хватает мощности. Но они не то чтобы абсолютно безопасны, но, тем не менее, они приемлемы для организации вот такого первоначального процесса для детей. Для старта. Да, для старта. Далее это 3D-принтер, 3D-сканер и фрезерные станки, и вот токарные станки по обработке дерева и даже по обработке металла. Ну, вот сложно пока получается. Вот техника, чем современная, еще и вот серьезные такие нам выдвигает требования, это ее настроить нужно. И вот, ребятишки, занятия проходят у нас на базе Центра информационных технологий. Мальчишки только в основном занимаются. Вы не поверите, Ирина, девочки, вот я буквально перед тем, как к вам зайти, я пришла, сами занятия начинаются в районе 15.00, то есть, когда ребятишки отзанимаются. Но, тем не менее, те дети, которые приходят у нас по расписанию из первой школы и пятой в первой половине дня, ну, то есть, с 11, они все равно к Сергею Алексеевичу Петренко, к нашему педагогу, они все равно забегают. И им это нравится. Я вот сегодня у девочки Ани из первой школы, она третьеклассница, ей 8 лет, я у нее спрашиваю, говорю, а вот тебя, девочку, вот что привлекает? Вы не поверите, интересно. Вы знаете, как мне интересно? Вот как 3D-сканер, его же надо настроить? Вот как он сейчас вот этого тигра отсканирует? Или как вот этого он отсканирует, детскую игрушку, дракончика? Да, да, потом уже на принтере. Вот вначале нужно настроить 3D-сканер, чтобы он отсканировал вот детскую игрушку. Потом ребятишки, когда попробовали изготавливать различные игрушки, тоже сложности обнаружились. Не все может прочитать 3D-сканер. Или, может быть, мы его все-таки еще не отладили. Я думаю, и в этом тоже причина. Над этим мы работаем. Потом они решили вот сделать шахматы. Оказалось, шахматы – это самый такой, ну, даже такой замечательный вариант. Вот пешечки, пожалуйста. Мне кажется, вот это ладья. А вот этот пластик, это отдельно, он как-то загружается? Да, он специальным образом там загружается в 3D уже принтер. То есть вначале 3D-сканер настроить нужно, чтобы он отсканировал вот эту… Ну, скопировал, грубо говоря, изображение. Да, скопировал изображение, данный предмет, а потом уже выводится на 3D-принтер. То есть процесс получения вот этого очень интересен. И 3D-сканирование. Так еще самое интересное. Я вот поговорила с Сергеем Алексеевичем. Это замечательный человек, это человек, который получил еще в советские времена техническое инженерное образование в Новосибирском государственном техническом институте. И, вы знаете, я с ним согласна на 100%, вот как он выстраивает свои занятия. В первую очередь он говорит, что любой инженер, мы же все равно хотим, чтобы из этих детей кто-то пошел именно по профессии инженерно-технической, именно по выбору инженерно-технической профессии. Вот так лучше сказать. И вот Сергей Алексеевич, он говорит, в первую очередь дети должны просто взять карандаш, взять обыкновенный листочек в клеточку и, зная, что одна клеточка со всех сторон 0,5 сантиметра, 5 миллиметров, он должен сделать некий эскиз. Он должен понимать, что вот эта вот деталька, что вот этот предмет, да, или вот ладья в шахматах, что она может состоять из каких-то частей разных. А как тогда эти части между собой соединяются? А как она будет выглядеть в разрезе? И если у ребенка мы сейчас не будем это, собственно говоря, пробуждать, да, обращать на это внимание, но, наверное, тогда неправильные, наверное, у нас будут инженеры. Ребятишки приходят, они чертят, они знают, что такое чертеж, они пытаются это все изобразить, потом они выходят, они с удовольствием мелом рисуют на доске эти же предметы, то есть им хочется попробовать это сделать, и я думаю, что это правильно. И только потом уже техника, это уже наши замечательные теперь 3D-сканеры, 3D-принтеры и так дальше. Это первоначальные знания, пусть мы назовем это неким погружением, но, тем не менее, общее представление о таковой инженерной профессии, инженерно-технической профессии все равно у ребятишек сложится. Если это дети сейчас, третий класс, мы в основном сейчас проводим набор пятый, шестой, седьмой класс ребятишки, ну так, чтобы на вырост, вот, конечно, со временем нужно будет, наверное, техническое оснащение более серьезное, но для вот начального этапа, для старта этого, я думаю, достаточно. А вообще возможности вот этого принтера какие? Да, возможностей, наверное, еще очень много, однозначно, мы не все знаем, но если говорить о 3D-принтерах, которые сейчас применяются в промышленных масштабах, вот это уже, если говорить, ну, за пределы, то здесь очень большой простор, это и определенные запчасти к каким-то устройствам техническим, не знаю, к двигателям, там, это даже замены суставы изготавливают, еще какие-то предметы. Ну, это биопринтеры, это другое. Да, это биопринтеры, да, но дети сейчас должны понимать, и ребенок сейчас должен все-таки иметь малое представление, что это такое. То есть это не только для узкоинженеров, это даже может быть и для других сфер применения областей. Да, так знаете еще, что самое интересное? Это однозначно. И самый сейчас важный такой момент вот у нас наступил, у нас нет теперь чистой химии, нет теперь чистой физики, ну, если уж на то пошло, у нас нет теперь чистого туризма. Да, это... А что есть? А у нас есть туризм краеведческий, у нас есть туризм событийный, у нас экскурсионный туризм, у нас есть спортивный туризм, понимаете? То есть прежде чем родители отправлять, надо предположить, а куда мы пойдем, в спортивный туризм или в краеведческий, да? Ну, да, это разные педагоги, это разные программы, но это все интересно. И если ребенок, например, по каким-то физическим возможностям своим не сможет заниматься спортивным туризмом, то, пожалуйста, у нас очень много экскурсий по городу Искитиму. Сами бы вы куда пошли из ваших секций? Вообще, если честно сказать, я когда-то в детстве занималась туризмом, наверное, я бы в туризме и осталась. Но вы знаете, я хочу сказать, может быть, я не знаю, сколько бы я там продержалась, потому что сейчас какие требования, и как наши дети тренируются, и сколько наши дети тренируются, я вот и не знаю, выдержала бы я или нет. Ну, наверное, я бы еще пошла бы в хореографию. У нас замечательная хореография. Вообще, Ирина, вы знаете, вы нас поздравьте. У нас 2017... Я вас поздравляю только с чем, да? У нас, Ирина, в 2017 год стал таким очень урожайным. У нас сейчас три образцовых... Мы получили статус у трех коллективов детских, статус именно образцовых коллективов. Два коллектива у нас защитились впервые. И клуб «Самодеятельная песня вдохновения» Почеваловой, Анжелики Анатольевны и Чековой Елены Валентиновны, они защитились повторно, подтвердили свое звание. Вы знаете, я даже не знаю, что еще тяжелее сделать. Впервые защититься – это сложно. А подтвердиться – это, наверное, еще сложнее, потому что уровень, высокая планка, высокие требования – это дорогого стоит. Поэтому вот у нас такое... Наверное, просто потому что педагоги такие. Согласна. Потому что, вы знаете, если бы не было педагогов, а у нас вообще вот весь коллектив, у нас 83 человека, у нас очень много обслуживающего персонала по той простой причине, что у нас есть зооцентр «Аквариум». У нас там есть рабочие по уходу за рыбами и по уходу за животными. Это действительно в силу существующего законодательства мы не можем использовать, применять, просить детей убирать клетки за животными. Раньше, когда я в детстве посещала станцию юных натуралистов, мы помогали педагогам. Сейчас, конечно, это нельзя делать. Поэтому у нас специальные должности. Нельзя помогать? Ну, помогать можно, например, поднести к клетке еду, помочь покормить, а вот убирать, мыть. То есть это требует специальных навыков и умений? Не только навыков. Законодательством нельзя использовать труд детей. Ну, это как-то вот... Конечно, да. Это такой момент спорный. Я никогда не понимала, почему, если раньше детей к труду приучали, сейчас от него отучают. Это очень странно, конечно. Вот наш министр Васильева, она уже говорила, поднимала этот вопрос. Но это нужно в корне... Пересматривать. Пересматривать существующее законодательство. Но все равно я считаю, что это ненормально, если ребенка... Мы просим просто стереть с доски мел, да, или там маркерная доска, да, и потом выясняется, что возникают серьезные проблемы и конфликты, вплоть до конфликтов с родителями. Это, конечно, недопустимо. И я считаю, что это в воспитательном отношении это неправильно. Мы вернулись в соревнования. Это было соревнование по спортивному туризму, детскому, соответственно. Но там, конечно, был и четвертый класс, где дети, которые старше 18 лет, могли проходить эту трассу и участвовать в соревнованиях. Это имени Рихтера по Сибирскому федеральному округу. Мало того, что наша команда ребятишек Центра дополнительного образования с педагогами Ольгой Николаевной Додоновой, Ольгой Сергеевной Черных и Надежды Леонидовной Крысиной, они защищали и представляли город Искитим, они еще и представляли Сибирский федеральный округ. Из 14 человек команды, 12 детей, это были дети Центра дополнительного образования. И два человека, ребятишки из города Берска, тоже очень хорошие, славные дети. В общем, мы по итогам этих соревнований, наша команда от Новосибирской области заняла первое место. Мы вас поздравляем. Марина Семетовна, все-таки хочется услышать, что у вас нового, да, еще ожидается? Вот наступившие уже годы, естественно. Итак, ну давайте маленькое резюме. Итак, в наступившем году техническое творчество в плане 3D... Можно приходить? Да, можно приходить, да. В ЦИТИ телефон 295-14, и можно позвонить 203-34 в Центр дополнительного образования. Педагог Сергей Алексеевич Петренко, он на базе Центра информационных технологий Комсомольская, 32, он там проводит занятия с 3 часов. Далее, еще очень важным таким моментом у нас является, это вот в продолжении темы по муниципальному ресурсному центру. Мы в этом году впервые будем проводить очень интересное мероприятие. Оно, как вы понимаете, одно из другого вытекает. Вот смотрите, сейчас развивая техническое творчество у детей, развивая, естественно, научное направление, когда соединяется там биофизика, биохимия и так дальше, важно в инженерном образовании воспитать не просто как такового инженера, а именно воспитать инженера-предпринимателя. Человека, который не просто что-то сделал, да, грандиозное, но чтобы этот человек мог свой продукт продать. Продать. Поэтому в этом году мы впервые будем проводить форум начинающих предпринимателей. Руководит у нас вообще муниципальным ресурсным центром Захарова Татьяна Николаевна. А туда каких детей можно приводить? Вообще любых или тех, у которых жилка какая-то есть? А вот смотрите, здесь мы работаем в системе сетевого взаимодействия со школами. И у нас есть положение по форуму начинающих предпринимателей. Ну, Ирина, я вам сейчас скажу, это будет 27-28 апреля. В два дня мы будем проводить с выездом в технопарк. В технопарк, который в Кольцово. Поэтому это даже не технопарк, это бизнес-инкубатор. Вот туда уже эти вопросы все согласованы, даты определены. И здесь нам с любезностью свои услуги еще мы поговорили. Это управление экономического развития нашего города. Они тоже нам помогают и тоже являются соорганизаторами. Как попасть в эту смену? А вот на эти два дня это через заявки. Мы берем детей здесь по положению. Это ребятишки 7-8 класс. Дети. Там команда 4 человека от школы. То есть это должны быть будущие предприниматели. То есть это уже педагоги как-то выбирают, да? И смотрят, кто поедет. Да, это уже определяет школа. А каким образом выберет школа, мы еще пока не решили. Мы не знаем. Это уже у каждой школы свой выбор. И начинается, будет это все проходить у нас и на базе Центра дополнительного образования, и на базе Центра информационных технологий во всех наших структурах. Обязательно будут встречи с индивидуальными предпринимателями города Искитима, а там в бизнес-инкубаторе Новосибирской области. И вот смотрите, когда вот эту работу мы начали, вообще у нас вот помимо... Вообще, знаете, вот есть такая вещь, когда ты решил сделать дело, сделай его сам. Нет, неправда. Когда ты решил сделать дело грандиозное, нужно позвать хороших людей, которые бы тебе помогали. Вот у нас таким нашим хорошим человеком, другом, критическим другом является управление образования. Все наши идеи, все наши проекты, которые связаны с муниципальным ресурсным центром управления образования во главе с Вячеславом Анатольевичем, это поддерживается. И вот когда мы приходим с Татьяной Николаевной Захаровой, рассказываем об этом, Вячеславу Анатольевичу это все нравится, и он говорит о том, что действительно, да, коллеги, давайте попробуем сейчас сделать, а дальше будет видно, в каком направлении мы будем двигаться. И выходом после вот этого форума, мы уже такое внесли предложение, я надеюсь, что оно тоже будет поддержано, да, оно уже поддержано. 1 июня на ярмарке товаров и услуг у нас планируется отдельный ряд именно вот этих начинающих молодых, даже не молодых, а именно начинающих предпринимателей. Ну вот посмотрим, что из этого получится. Поэтому мы ждем сейчас и 27 апреля, 28 и 1 июня. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы у нас все хорошо получилось. Желаем вам успеха, пусть все получится. Марина Сметовна, я благодарю вас за то, что вы к нам сегодня пришли, рассказали о новых возможностях Центра дополнительного образования. Дорогие друзья, отдавайте детей в ЦДО. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова